Публикуют рекламу. То же самое в Инстаграме. Надпись «Страница недоступна». А там, где раньше было больше 10 тысяч публикаций, у которых набралось уже больше 3 миллионов читателей, теперь пустой экран. Ни уведомлений, ни предупреждений социальные сети со штаб-квартирой в американском штате Калифорния заранее не высылали. Позицию сформулировали коротко. Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Фейсбук несёт юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица. Глаба Чечни Рамзан Кадыров всё это назвал мышиной вознёй и задал вопрос, где ваша хвалённая американская демократия? Миллионы людей, которые были подписаны на его аккаунт, ежедневно обращались к нему с просьбами. Семья была нуждающая, пять детей, отец болен. Мы вручили им ключи от дома, 150 квадратов, новый дом со всеми устой удобствами. Как быть с подписчиками Кадырова в социальной сети так и не прокомментировали. Это, по сути, такое, знаете, нарушение прав потребителей. Может использоваться любым способом. Хотите, как оружие, хотите, как подавление накомыслия. А так, по большому счёту, Фейсбуку совершенно не нужно задумываться при любых телодвижениях о том, как к этому отнесутся граждане России или Украины, или Белоруссии, или граждане, которые не входят в юрисдикцию Фейсбука. Страницу Германа Клименко Фейсбук тоже блокировал. Без суда и следствия. Вопрос касался авторского права. По политическим мотивам блокировки происходят постоянно. В январе та же социальная сеть временно блокировала аккаунт канала Russia Today. А в феврале 2016-го Фейсбук ограничил доступ к странице известного актёра Андрея Бочарова, когда он опубликовал ссылку на фильм о событиях на Украине. Тот самый, что Киев просил не показывать на французском канале. Формально Фейсбук тогда заявил, что на Бочарова пожаловались, якобы аккаунт вёлся не от его лица. Мы ограничили мою, ну не то что свободу слова, я понимаю, я прихожу на чужой сервис, созданный американским гражданином. То есть ты играешь по их правилам. Всё. Жаловаться некуда. Любой из нас никогда не может быть уверен в том, что завтра не отключат наши аккаунты. Как им американское правительство прикажет, так они и сделают. Если Рамзан Кадыров решит обратиться в суд, по словам юристов, у него все шансы на победу. Но глава Чечни завёл новый аккаунт в соцсети, разработанный в республике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!